Летит самолет по кратчайшему расстоянию. Представьте себе, как происходит кратчайшее расстояние. Допустим, Земля — это шар, там небольшие искажения. Значит, вам нужно найти центр Земли и провести плоскость через эти три точки. И она высечет на поверхности Земли кратчайшее расстояние. Многие поклонники «Царицы наук» еще вчера слушали его лекции в интернете, а сегодня встретились с любимым российским математиком в аудитории Белгосаниверситета. Больше 150 слушателей, студенты и преподаватели пришли сюда, чтобы разобрать математические задачи вместе с Алексеем Саватеевым. Я на этой лекции оказался попросту потому, что я очень люблю Алексея Саватеева. Я смотрю его на ютубе, как бы вообще увлекаюсь математикой. И вообще мне нравится этот человек просто очень. И нравится то, как он преподает. Я когда учился сам, а я тут учился, я очень жалел, что не было у меня такого преподавателя, замечательного человека. Алексея Саватеева называют популяризатором математики среди детей и взрослых. На встрече в Минске он наглядно рассказывает, как «Царица наук» может пригодиться в повседневной жизни. Можно ли с борта самолета увидеть одновременно Каспийское и Черное моря? Далеко ли видно с горы или воздушного судна? Казалось бы, ответить на такие вопросы непросто, но Алексей легко доказывает обратное с помощью математических расчетов. Ну, знаете, такой первый признак равенства треугольника, помните, в школе был? Две стороны. Математика лежит в основе практически всей техники, практически всей современной информатики. И побудить интерес к математике у ребят, которые по той или иной причине еще этого не поняли, этот интерес не ощутили, вот такие лекции и позволяют. Такие лекции плюс, конечно же, сам Саватеев. Лектор уверен, с помощью математики можно доказать, если не все, то многое. Она дает ответы на самые сложные вопросы. Есть среди них и такие, на которые сходу ответить не получится. Нужны крепкие базовые знания, развитое логическое мышление и эрадиция. К примеру, понадобится вспомнить теорему Пифагора или величину радиуса Земли. Алексей Саватеев уверен, ничто не заставляет работать мозг так, как решение математических задач. Все требует напряженного интеллектуального внимания. И вот это внимание сегодня является дефицитом, потому что можно сидеть, расслабляться, смотреть какие-то мультики, смотреть какие-нибудь бессмысленные, беспечные комментарии людей, участвовать в этой движухе и никогда не напрягать свой мозг. Но на самом деле он будет ржаветь, так же, как физкультурой занимаются люди. Бегают, зарядочку делают. То же самое нужно делать с мозгом. Алексей проводит такие лекции не первый год. Раньше только в Москве, теперь и за границей. Завтра он будет уже на Донбассе. Но говорит, что будет рад вернуться в Беларусь с новой лекцией.